Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Продолжаю уже недельные ролики про то, как я инвестирую, и делюсь 25-летним опытом инвестора, который таки достиг уже финансовой независимости с помощью инвестиций. Сегодня в видео. Новости имитентов, риски, курс доллара, перспективы компании, как сейчас инвестирую, экономика, мои покупки, советы, логика, рассуждения. Все для правильных долгосрочных инвесторов, никакого дурацкого трейдинга, хитро выдуманных спекуляций, я на этих глупостях деньги терять не собираюсь. Так, по имитентам сегодня в ролике будет Сбербанк, Яндекс, АФК-система, ФЗ, элементы и многое другое. Рассказываю, как инвестирую и как учитываю риски. Видео не маленькое, но очень полезное для практикующих инвесторов. Начну со Сбербанка. Сбербанк опубликовал сокращенные финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года. Чистая прибыль осталась практически неизменной. Чистые комиссионные доходы выросли на 11% год к году. Чистые процентные доходы выросли на 14% опять же год к году. Менеджмент отметил, что чистая прибыль банка не росла, потому что, цитирую, существенное влияние на динамику оказал пересмотр ставки по налогу на прибыль, применимый к отложенным налоговым активам и обязательствам. Герман Греф также сообщил, что в третьем квартале произошло замедление потребительской активности и темпов роста розничного кредитования. Но при этом динамика кредитования корпоративных клиентов пока еще остается на высоком уровне. Видим, что отчеты Сбера постепенно начинают портиться. Я об этом предупреждал. Кстати, я характеризую данный отчет все-таки как хороший, особенно в сравнении с общей ситуацией в экономике. И снова предупрежу вас о том, что финансовые результаты Сбера и дальше, вероятнее всего, будут ухудшаться под давлением обстоятельств. Прежде всего, это снижение выдачи ипотеки после сворачивания льготных программ. Гриф уже оценил падение примерно в 40% по итогам года. Вот это по теме ипотека. Также негативно может повлиять и финансирование, и риски невозвратов по кредитам. На этот случай банкам приходится наращивать резервы. Также негатив – это снижение корпоративного кредитования стратегических отраслей из-за высоких ставок. Но тут, кстати, стоит вспомнить претензии Чемизова к ЦБ о том, что при таких вот ставках у компании нет достаточной рентабельности для обслуживания долгов. Ну и другие риски и отягчающие обстоятельства. Я покупал Сбер на текущие коррекции. Покупал несколько раз, цены были вполне неплохими. Собственно, и сейчас цена акций Сбера обладает некоторым потенциалом роста, но этот потенциал ограничен ухудшающимися финансовыми показателями банка, высокой ключевой ставкой и проблемами в экономике страны. Поэтому при повышении цены акции, если такое произойдет, привлекательность покупок Сбера для меня будет снижаться. Ну, потому что я вполне достаточно его подкупил на недавнем снижении. Буду искать привлекательность в других бумагах. Далее, перед следующим эмитентом заявленным просто порекомендую вам заглянуть ко мне в Телеграм. У меня там появилась информация о коротком периоде снижения цен на обучение. Желающих уже очень много, поэтому расписывать уникальность возможности обучиться и успеть начать правильно инвестировать на коррекции рынка не буду. Такие возможности действительно бывают редко. И я вижу, что многие это понимают и приступают к обучению, не откладывая. Далее, продолжу лучше. На экране виден счет оранжевого инвестирования. Вот он шевелится, специально это делаю. И счет инвест-клуба. Долго рассказывать, что, зачем и почему, не стану. Просто скажу, что эти два счета соревнуются между собой уже несколько лет. Здесь вот на ютубе, еще до ковида, все это дело началось. Суть условий соревнований и зачем все это затеяно, вы можете узнать у меня в Телеграме из этого поста от 5 мая. Я уже несколько роликов подряд не объяснял, почему оранжевое инвестирование отрицательна доходность за несколько лет его существования. Напомню, что я не вру и не рисую высокую доходность, хотя сделать это очень легко. И многие блогеры рисуют красивую доходность в буквальном смысле в элементарных графических редакторах. Также стоит учесть, что на счете вот этого оранжевого инвестирования немало заблокированных фондов, которые сейчас торгуются с заметным дисконтом у Тинькова. Это исправится со временем. Но пока очень заметно влияет на цифру доходности. Именно поэтому мы сейчас здесь видим минус. Ну, пока так. Так, в общем, соревнование продолжается. Останавливать его не буду. Самому интересно, что оно покажет в будущем, пройдя через кризисы и различные санкции и ограничения. Так, далее. Продолжая по новостям и нюансам компаний, входящих в мой инвестиционный портфель, впереди еще много интересного. Будет и про курс доллара, и про ФЗ, и про мои конкретные покупки. А сейчас следующий эмитент портфеля. Яндекс. Яндекс отчитался за третий квартал 2024 года. Выручка выросла на 36% в год в году. Скорректированная EBITDA выросла на 66% в год в году. А скорректированная чистая прибыль выросла на 118%. Компании показывают очень хорошие темпы роста. По всем направлениям наблюдается двузначный рост. Драйверами роста бизнеса здесь вот остаются сегменты поиск и портал. Электронная коммерция, Райттех, Райттех это такси, самокаты, драйв, развлекательные сервисы ЕАПлюс, доставка и другие. Яндекс инвестирует в развитие новых направлений, автономное вождение, среди них облачные сервисы, финтех, образование и другие экспериментальные продукты. Кроме того, у компании есть деньги сейчас. Денежная позиция на 30 сентября 2024 года составила 131 миллиард рублей. Это очень хорошо, есть на что развиваться. Менеджмент сохранил свой прогноз на 2024 год по росту выручки от 38 до 40%, соответственно, год к году. И скорректированные показатели EBITDA тоже спрогнозировали на уровне 170-175 миллиардов рублей. Дополнительным бонусом для акционеров стала первая в истории компания выплата дивидендов в размере 80 рублей на акцию за первое полугодие 2024 года. Это действительно хорошо. Конечно же, я покупал Яндекс на недавней коррекции. Подписчики инвест-клуба это знают. Сейчас у меня Яндекс есть на ИИСе, то есть вот на этом счете в объеме примерно 110 тысяч рублей. И еще примерно на 30 тысяч рублей Яндекс у меня присутствует на счете оранжевого инвестирования, которое я показывал вам совсем недавно. То есть общую позицию нельзя назвать большой по Яндексу, поэтому, вероятнее всего, продолжу ее наращивать, особенно если акция будет снижаться. Но рынок нам не очень часто дарит приятные снижения, поэтому буду добирать Яндекс и на росте, но с учетом рисков, которые есть у каждого имитента, и с учетом баланса моего портфеля. Это обязательно. Далее, подписчиков постепенно становится больше, канал неплохо растет в последнее время, хорошо заметно, поэтому я теперь вынужден после участившихся вопросов в комментариях об истории моей деятельности напоминать, что инвестирую уже почти 25 лет, моему каналу на Ютубе уже более 5 лет, в августе было 5 лет, в начале деятельности канала я показывал инвестиционный портфель более 20 миллионов рублей, это 5 лет назад было, который после ковида постепенно набрал уже больше 60 миллионов рублей, все начальные ролики тех времен на канале остались. Примеры обложек конкретным роликам из прошлого как раз вот у вас сейчас на экране. С ними можно ознакомиться, там можно увидеть скрины и даже видео из моих брокерских приложений. Можно посмотреть и убедиться в том, что я не нарисованный инвестор. Вот, ну а конкретно как я начинал инвестировать, я описал вот в этом старом ролике обложка на экране. Очень поучительное видео получилось, одно из первых на моем канале. Это все к тому, какой я инвестор, откуда опыт и знания, посмотрите, очень интересное видео. Кстати, за миллион долларов в стоимости общего портфеля активов я перевалил еще в прошлом году, как раз вот осенью, то есть примерно год назад. А финансовая независимость достиг почти 3 года назад. Не в моих правилах хвалиться, но вынужден все это дело проговаривать, потому что участились соответствующие вопросы от новичков на канале. Продолжаю. Следующий эмитент – АФК-система. Интересный эмитент и график здесь тоже интересный. АФК-система представила финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Выручка выросла на 16%, чистая прибыль существенно сократилась, снизившись почти в 50 раз по сравнению с прибылью за аналогичный период в 2023 году. Очевидно, что повышение ключевой ставки – это серьезная проблема для системы, так как растет долговая нагрузка, которая давит на бизнес, повышая риски. Долговая нагрузка всегда висит дамоклым мечом над холдингом, но тут нет ничего удивительного. Ведь бизнес-модель АФК-система предусматривает инвестиции в компании на ранних стадиях развития с использованием именно заемных средств. Это надо хорошо понимать и учитывать. Кстати, в отчете, который вышел, о котором я говорю, видна была денежная позиция в размере 97 миллиардов рублей. Возможно, это выделенные деньги для докапитализации сережи. Но пока неизвестно, какая будет финальная структура этой докапитализации, поэтому уверенно заявлять про сережу не стану. Вот, в общем, у системы риски выросли очень сильно. Но в крайнем случае у компаний всегда есть вариант продать один из своих многочисленных активов, чтобы погасить долги. Хотя такой вот сценарий сейчас пока еще маловероятен. Для снижения долговой нагрузки АФК сейчас размещает облигации, планирует новые IPO дочерней компании и так далее и тому подобное. Потенциальные претенденты на IPO это Медсиби, Нафарм, Гостиничный бизнес, там есть еще и другие. В общем, в системе сейчас очень тяжело, но не трындец. Остается также и надежда на то, что Банк России в следующем году таки начнет цикл снижения ключевой ставки. У меня система, которая находится на счете оранжевого инвестирования в очень маленьком севарическом плюсе. А на ИИСе там плюс больше 40%. Я сейчас систему покупаю очень редко и прежде всего потому, что по данному эмитенту риски пока еще продолжают расти. Так, едем дальше. Но сначала напомню, что в моем основном бесплатном телеграм-канале регулярно выходят посты с содержанием, которое не подходит по формату видео. Важные публикации там, как правило, вы их можете прочесть только там, например, вот эти темы из последних. И напомню, что очевидно усилилось давление на Ютуб, поэтому если не хотите потеряться со мной из-за его отключения, то добро пожаловать ко мне в упомянутый телеграм-канал. Но подписывайтесь туда осторожно и только по моей ссылке, чтобы не стать жертвой мошенников. Этих сейчас, к сожалению, полно. И они продолжают развиваться на людской безграмотности и слабо контролируемой жадности. Реально, разгул обмана и в телеграме, и в Ютубе просто зашкаливает. Удивляет, что народ на многие манипуляции действительно ведется. Что-то там слушают, смотрят ненужные, страшилки или просто чушь, верят в сказки и верят в обещания. Это для меня загадка, конечно. Мне вот даже интересно, доживу ли я до того момента, когда народ, повысив свою инвестиционную грамотность, начнет хотя бы игнорировать подобное. Коллеги, повышайте инвестиционную грамотность. Люди, прошедшие у меня обучение, перестают смотреть 95% каналов в Ютубе на инвестиционные темы. И очень четко отсекают многочисленных мошенников и хитрецов. А в их число входят большие и всем известные каналы. Даже из-за того, что мои последователи не делают элементарных ошибок новичков, обучение окупается очень быстро. А сейчас еще и действует короткий период сниженной цены на обучающий курс у меня. В общем, загляните в телеграм, там все написано. Далее. Хотелось здесь сказать несколько слов про валютный рынок. Есть смысл периодически поглядывать и в эту сторону, ведь у нас, как правило, фондовый рынок поддерживается растущим долларом. Не всегда, конечно, это происходит, но в большинстве случаев, так как индекс состоит в основном из компаний-экспортеров. Про ФЗ и по покупкам конкретных акций будут блоки у меня сегодня позже. Не пропускайте их, там самое интересное и важное. Итак, сейчас валюты. Смотрим график доллара в рублях. Рост курса доллара продолжается. Ну, это хорошо видно. Многие неграмотные эксперты говорят, что после произошедшей победы Трампа на выборах, доллар повысится еще сильнее, потому что Трамп обещал поддержать доллар. Ну, во-первых, до вступления Трампа в президентство остается еще больше двух месяцев, и за это время ситуация может лихо поменяться. Во-вторых, курс доллара в рублях очень слабо зависит от силы доллара в глобальном смысле. Именно поэтому я в своей аналитике перестал показывать вам динамику индекса доллара. Курс доллара в рублях в основном определяется валютными потоками, характеризующими экспорт и импорт. А это означает, что курс доллара в рублях прежде всего зависит от цен на нефть. И вот здесь Трамп и его экономическая политика смогут как-то повлиять только примерно начиная с февраля. Ну, а если вы интересуетесь подробностями происходящих процессов в курсе образования по доллару, то посмотрите вот это вот фундаментальное видео, обложка на экране. Там я дал обоснованный прогноз доллара на декабрь и много объяснил по этой теме. Ищите ссылку на данный ролик в описании к текущему видео. Далее, надо обязательно сказать про ОФЗ. Сейчас это важно и очень актуально. Впереди еще блок про покупки акций, а сейчас ОФЗ. Смотрим на индекс FGBI. Данный индекс характеризует динамику всего рынка госдолга России всей совокупностью ОФЗ. Здесь мы видим уже затяжное и почти безоткатное снижение. Но также знаем, что на последних торговых сессиях цены на ОФЗ пошли такие вверх. Я не связываю это повышение с улучшением ситуации в экономике страны. Последние данные понедельной инфляции вышли неоднозначные. По ним пока не видно, что инфляция уверенно развернулась вниз. А рост цен на ОФЗ связан с техническими факторами, связан с юанем и с перекладкой средств в облигации. Все это может длиться недолго, особенно если не появится поддержка со стороны снижения инфляции. И я бы порадовался, если бы ОФЗ снова перешли к снижению. У меня этих облигаций пока еще все-таки маловато. Они мне нужны для грамотного балансирования портфеля по классам активов. И я уверен, что для вас точно есть смысл разобраться с правильным балансом по классам активов в инвестиционном портфеле. Зачем он нужен и почему. Это наиважнейшее, о чем нужно думать и зачем стоит следить в своем инвестировании, если вы реально хотите правильно инвестировать в долгосрок, а не покупать, что попало, и о чем говорят необразованные или хитрые блогеры и брокеры. Это точно стоит понимать и грамотно использовать. Именно о создании грамотного баланса по активам и рискам я и рассказываю в своем обучении. Без понимания этого лучше не начинать инвестировать совсем. Вот, теперь давайте расскажу про покупки. Всего покупок на прошедшей неделе было 12. Заметно меньше, чем на предыдущей неделе. Получилось так, что я немного притормозил покупки, но довольно резком восстановительном росте рынка после выборов в США. К тому же и сама неделя была короче на один день. Но я и дальше планирую покупать в ускоренном режиме, потому что текущие уровни цен на активы на акции до сих пор остаются вполне привлекательными, особенно если посмотреть на 5- или 10-летние графики. Посмотрите, оттуда есть смысл делать правильные выводы. Так, ну вот одна покупка из 12 – это иностранные акции, те самые виртуальные покупки, пока нет технической возможности делать реальные, и 11 из 12 – это российские акции и фонды. Все перечисленные покупки, естественно, были оформлены в инвест-клубы. Вот, а подробнее я сегодня расскажу про покупку элемента. Элемент – это огромный технологический холдинг, имеет поддержку от государства, который поддерживает создание устойчивого и уверенного технологического суверенитета в стране. Элемент интересен своей уникальной производственной базой, по некоторым направлениям своей деятельности является очевидным монополистом, но это тоже хорошо известно. Кроме того, существует прогноз по росту этой отрасли примерно на 15% ежегодно. Создавшись в ситуации, компанию по некоторым характеристикам вполне можно отнести к устойчивым и с малым рискам. То есть даже можно в какой-то степени назвать защитной бумагой. Но при этом, как я сказал выше, отрасль обещает последовательно расти. Поэтому я постепенно, не торопясь, накапливаю. Отрасль действительно интересна и перспективна. Конечно же, я не покупал элемент на IPO, а начал накапливать как раз на текущей коррекции, то есть по ценам заметно ниже IPO-шной цены. Это очевидный пример грамотного использования коррекции и не менее хороший пример контроля жадности во время IPO. Ведь именно жадность вам щекочет и стимулирует, когда зазывают поучаствовать в том или ином первичном размещении акций. С праведливости ради стоит сказать, что жадность вам щекочет практически всегда. А в некоторых случаях, как вот, например, с самолетом, жадность щекочет особенно цинично и активно. Вспоминайте, кто вам впаривал самолет, даже после того, как отменили массовую льготную ипотеку. Вы этих людей смотрите до сих пор? Верите им? Ну а конкретно по элементу, основной риск – это сильное отставание по уровню технологического развития от мировых аналогов. Однако компания конкретно у нас в стране вполне может стать или уже является лидером в отдельных сегментах производства высокотехнологической продукции. Высокотехнологичной продукции. Поэтому я продолжаю осторожно подбирать эту бумагу, без фанатизма и ненужной суеты. Вот, в общем, осторожные покупки у меня продолжаются. Это обязательно так и нужно инвестировать. Покупая не тупо и хаотично, все объясняю в инвест-клубе. Система покупок вполне там прослеживается, так как публикации не удаляются. Никакой суеты движухи элементов шоу. Удачными покупками не хвалюсь, как многие псевдо-гуру. Просто грамотно, спокойно инвестирую в долгосрок. Ну а на сегодня все. Успех финансовой независимости. Да пребудет с вами сила сложного процента. Продолжение следует...